Всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И это 131 серия нового прохождения, в которой мы играем без доната и без вложений. Итак, у нас начало турнира. Есть возможность добывать ДНК Мандагека по окончании турнира. Ну и давайте, друзья, сегодня начнем этот турнир. Я попробую задействовать абсолютно всех героев. Уже у меня достаточно неплохая коллекция. Ну что ж, вперед! Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, первую пойду в битву. Это Бибоб Классический, Микеланджело из фильма и Рокстеди Кролик. Эти герои и пошлем первую битву. Против нас играет Стиранка, Эйприл Анил и Рад из фильма. И я, конечно же, пытаюсь в первую очередь выбивать вражеского лекаря Эйприл Анил, пока она не начала лечить врагов. Итак, три удара пришлось нанести нашим героям, чтобы справиться с Эйприл. Пошла ответка. Итак, Рад из фильма метает свои кунаи. Ну а я дальше буду пытаться справиться со Стиранком. Мощные удары моих героев. Вот, пробуем. Вот, Стиранка достаточно неплохо держит удар. Вот, пошла ответка. Кто-то из моих героев ранен, но тем не менее, вот добивающий удар по Стиранку. Раф пытается атаковать, но мы контратакуем. И вот Рокстаги добивает противника. Есть победа. Ну что ж, как видите, с первым противником, с первой, вот мы справились достаточно неплохо. Вот, движемся по турнирной лестнице и, конечно же, берем новую команду. Так, смотрю, кого бы взять. В принципе, вот возьму более слабую. Но здесь Бакстер Стокман с ударной волной. Но мне кажется, это так будет поинтереснее. Очень крутые противники. Бакстер Стокман. Вот Карай и Микки из фильма. Микки из фильма является лекарем, поэтому я против него посылаю голубя Пита. Карай свою очередь забрасывает на Скунае. Микки из фильма атакует, ну а Бибоб Кролик бьет хвостом-пупочкой. Вот, достаточно неплохо выбивает противника. Итак, Бакстер Стокман. Отлично. Вот, удалось неплохо его ранить и добить. Вот, здорово, что он не выпустил ударную волну, либо не выпустил Маусеров. Тогда бы нашей команде достаточно, вот, неплохо досталось. А так мы его запинали тоже достаточно легко. Вот, кто смотрит видео на канале, то знает, что у меня Бакстер Стокман очень круто прокачен. И один из сильнейших персонажей в моей игре. Вот, в моей колоде. Супер, идем дальше. Вот, давайте-ка сейчас я возьму следующую команду. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Итак, Микки из оригинальной. Лео классический. И Эпель Кунаичи. Вот, очень классная команда. Вот, беру героев подряд, чтобы было поинтересней. Итак, враги атакуют. Ну, а я, в свою очередь, контратакую. Итак, бьем голубя Пита, вражеского лекаря. Удалось менять немного жизни. Вот, Лео классический еще более снял жизни. И Эпель Кунаичи добила противника. Супер. А вот теперь будем пинать Карай. Вот. Пошла ответка. Рокстеди классический. Нет, это из фильма. Прошу прощения. Это был Рокстеди из фильма. Пытался раздавить Микки оригинального. Мы, в свою очередь, продолжаем бить Карай. Ну, и вот новая победа. Отлично. Вот, сейчас попробуем запинать Рокстеди. Вот, неплохо рубит мячами Лео классический. И Эпель Кунаичи добивает врага. Да, идеальная победа. Просто супер. Ну, что ж, идем с вами дальше. Итак, продолжаем двигаться по турнирной лестнице. И берем следующую команду. Итак, давайте-ка я уже возьму что-то необычное. Вижу Макмен, Карай. Вот это уже будет поприкольнее. Итак, моя команда против команды другого игрока. Вот, у противника, как видите, Макмен, Эйприл, Анил и Карай. У меня же Эйприл, Анил, Мандагека и Зак. Зак. Так, стреляем в Эйприл, Анил. Зак выстрелом из пальца ранил противника. И Мандагека добивает вражеского лекаря. Отлично. А вот теперь атакуем вот Макмена. Как-то слабенько. В свою очередь Макмен здорово контратакует. Вот, все наши герои ранены. Поэтому неплохо было бы подлечиться, что и делает Эйприл, Анил. Благодаря Черепофону она восстанавливает сил и здоровье нашего отряда. Карай контратакует массовой атакой, но это уже ей не поможет. Да, победа. Новая победа. Идеальная. Все враги уничтожены. Ну, а мы идем с вами дальше. Итак, движемся все выше по турнирной лестнице. И берем новую команду. Итак, кто у нас пойдет в новую команду? Это Макмен. Это Армагон. Лео Космический. И будет неплохо, думаю. Так, что с врагами? Что с врагами? Итак, сейчас я против Кирби Мыши использую лазерный выстрел Лео Космического. Отлично. С первого удара уничтожил противника. Вот. И Армагон попробует вот укусить Рокстаги. Да. Выбивает противника с первого удара. И Макмен заканчивает. Нет, не закончил. Ядовитым плевком только ранит противника. А вот Лео Космический добил противника вот лазерными катанами. Супер. Итак, движемся с вами дальше. И давайте-ка я возьму следующую команду. Так, вот давайте-ка возьмем, посмотрим, кто дальше идет. А дальше идет Микки Космический, вот Стиранка и еще Мутагеноид. Этой команды и мы пойдем в битву. Итак, что мы можем сделать? Мы можем попытаться атаковать Лео. Лео из мультика. Вот для этого Микки Космический бросает Маффин. Недаром мы сегодня его прокачали. Вот ранили Лео. И дальше я уже подключаю Стиранку. Выстрел из пулемета. Ох, сколько массовой атаки. Вот тем не менее враги выживают, но ненадолго. Вот Мутагеноид расплющивает Лео. Вот Микки Космическими лазерными Танфу побеждает Стиранка. И Стиранка ударом кассета добивает Бакстера. Да, битва получилась интересной. Супер. Отлично. Итак, продолжаем двигаться по турниру на лестнице. Прорываемся в новую лигу. И я беру следующую команду. Так, ну давайте-ка я возьму каких-то врагов покруче, посильнее, чтобы битва получилась интересной. Итак, это у нас пульверизатор, крысиный король, саблезуб и нейтрализатор. Против вражеской команды. И Эпил, Анил, и Рафа, видение, Микки Ролевого и Рафа из фильма. И, конечно же, я бью Эпил в первую очередь. Неплохой удар саблезуба. Вот, пульверизатор ранил противника. Крысиный король метнула огромную крысу. И вот вражеского лекаря удалось выбить, но пошла ответка. Итак, Микки Ролевой стреляет из Вантуза. Раф поджаривает нас вот огненной волной. Ну, а я пытаюсь вот нанести вред Микки Ролевому. Вот так как у него несколько массовых атак, желательно этого противника выбивать в первую очередь. Итак, пусть пока пульверизатор отлечет внимание. Нет, вы видите, досталось очень здорово вот саблезубой крысиному королю. Пусть поэтому вот держит пока удар пульверизатором, а я попробую выбить Рафа видение. Ой-ой-ой. Итак, жизнь пульверизатора откатилась до половины. Но все же я надеюсь, что он выживет и мы получим идеальную победу. Да, крысинный король неплохо ранил противника и нейтрализатор добил. Так, у нас все получилось. Идеальная победа. Просто-просто здорово. Что ж, продолжаем двигаться по турнирной лестнице. И давайте-ка я возьму следующую команду. Так, а ну-ка давайте-ка я попробую сделать обновление. Вот, враги 25 уровня. Это уже будет поинтереснее. И попробую подобрать нам тоже достаточно интересную команду. Вот, опять же, желательно, чтобы мы не слились и получили идеальную победу. Ну, посмотрим, что из этого получится. Итак, Кельби-мыш царапает Лео, вражеского лекаря. Измитий он пытается добить, не получилось. То есть, пошла ответка. И да, Кейси Джонс пожаривает вражеского Лео. Есть, удалось. Ну что ж, нам удалось завалить лекаря. Дальше все должно быть уже попроще. Итак, Крип атакует Би-бопа. В свою очередь, вот, Рокстуди пытался что-то сделать. Но у нас осталась Кельби-мыш и я атакую массовой атакой. Отлично. Плюс Змейкин тоже атакует массовой атакой. Забрасывает прагментивников шипами. И мы получаем практически идеальную победу. Да, это было здорово. Это было здорово. Если бы лекарь подлечился, нам было бы сложно. Подлечил вражескую команду. А так, как видите, достаточно легко удалось победить. Супер. Ну что ж, идем с вами дальше. И давайте-ка я возьму следующую команду. Вот, смотрю, кто здесь врагов здесь покруче, посильнее. Ну, пусть будет вот эта первая команда. Мне кажется, она достаточно сильная. Ну, как бы у меня уже пошли герои. Тоже очень крутые. Поэтому у врагов не будет ни единого шанса. Вот вначале что-то враг мог сделать. Ну, а сейчас у него нет шансов. Итак, Донни прокачивает дополнительную защиту. Вот, Пиццилицей пытается выбить вражеского героя Эприл Анил Лекаря. Не получилось, но ненадолго. А сразу просплющивает врага. Супер. Ну, а теперь массовая атака Джастина. Он забрасывает врагов ядовитой слизью. Противник выживает, контратакует. Ага, Бакстер Стокман подрывает наш отряд. Но благодаря дополнительной защите урон минимален. Вот, и Донни забрасывает сюрикенами. Да, победа. Просто-просто великолепно. Что ж, это была хорошая победа, хороший бой. И мы идем с вами дальше. Итак, продвигаемся по турнирной лестнице. И берем следующую команду. Так. Ну, давайте-ка возьмем вот эту. Итак, Паукус, Шреддер. Вот это у нас Крис Брэдвард. И еще Хан против команды другого игрока. И, как по мне, у противника вообще нет ни единого шанса. Хотя, в начале боя было бы здорово выбить Лео. Но, так как у нас есть герой Хан, он может налаживать на врагов негативный эффект. Уменьшать защиту. И вот теперь Паукус атакует Лео. Лео выживает, но у него нет шанса. Так как Шреддер призывает низ, атакует врагов. Добивает Лео. Ранит остальных врагов. И теперь нам только осталось уничтожать врагов. Так, Крис Брэдвард бьет своего клона Криса Брэдварда. Вот, враг пытается как-то сопротивляться, контратаковать. Но, опять же, у него нет шансов. Хан бьет по юзевым точкам, выбивает Острозуба. И Паукус побеждает Лео Классического. Да, новая идеальная победа. Просто-просто супер. Итак, движемся с вами дальше. Давайте-ка прорвемся все выше по турнирной лестнице. Попадем на 72 место. И я возьму новую команду. Так, пусть будет вот это. Итак, сейчас у нас есть возможность активировать Карай, Бакстера, Муху, Рафа и еще к Северамотса. Этой командой и пойдем в новую битву. Конечно же, вначале буду пытаться выбивать Лекаря. Для этого Карай пытается отравить Эйприл Анил. Не получилось. Ну, тогда давайте-ка пусть Север наложит негативный эффект, уменьшит защиту. И теперь еще раз попробует. Итак, Бакстер, Муха плюет. И Эйприл опять же выживает. Пошла ответка. Вот Раф бьет нашу команду. Вот. А я в свою очередь прокачивает дополнительную атаку благодаря ярости Рафа. Вот. Мадагека пытался ударить Карай. И да, вот вы видите, что делалось Эйприл Анил. Она подлечила себя и свою команду. Но я думаю, друзья, ненадолго. Итак, Карай забрасывает всех врагов Куна и сразу же выбивает большинство врагов. Выживает только вот Мадагека. Его уничтожает Север Монте с ударами своих клинков. И бой заканчивает Бакстер, Муха. Победа. Причем идеальная. Все враги уничтожены. Супер. Итак, движемся по турнирной лестнице. И попадаем на 47 место. Супер. Вот. Давайте-ка я обновлю. Попробую поискать врагов покруче, посильнее. Но здесь, в принципе, вот эта команда наиболее сильна. Итак, остается у меня Лео, Рокзар и Бакстер, Муха. Плюс еще давайте к ним восстановлю Рафа. И вот этой командой пойдем в новую битву. Итак, что я могу сделать? Я могу использовать Рокзара. Где здесь лекарем? Лекарем является Микки из фильма. И Рокзар шутясь метает этого противника ударом своих когтей. Лео из мультика рубище ударом выбивает Лео из фильма. И бой заканчивает Бакстер Стокман, выпуская ударную волну. Ну, я так думаю. Да, получилось. Просто супер. Вот. Все-таки Бакстер Стокман мой любимый и мой лучший прокачанный герой. Вот сейчас покажу его способности. Ну и, конечно же, друзья, пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду действовать согласно из ваших отзывов и комментариев. Итак, обратите внимание. Бакстер Стокман лучший мой боец, как я считаю. У него вот вторая способность Стая Судьбы, где он уничтожает противников Маусом, прокачана до пятой ступени. А вот ударная волна, волна судьбы, вот прокачана до третьей ступени. Надо было бы еще прокачать. Вот. Ну, пусть пока будет так. И да, друзья, на этом сегодня еще не прощаюсь. Давайте-ка мы с вами вот соберем ДНК, мутаген. Прошу прощения, не ДНК, мутаген. Чтобы в следующих видео, благодаря мутагену, прокачивать героев. Итак, вот. Можем взять героев послабее, либо посильнее. Ну, давайте-ка я возьму героев 20 уровня, чтобы битва получилась достаточно интересной. Итак, возьму-ка Рафа. Возьму-ка Мики оригинального. И кто здесь у нас? И давайте-ка возьму Микеланджело вот из фильма. Задействуем черепашек. Итак, черепашки против мутагеноида. Вот. Он бьет по земле. Как-то слабовато. Вот. Мики оригинальный его ранит. Мики из фильма бьет мечом и тоже ранит. И Раф пытается пронзить. Да, победа. Ну, что ж. Черепашки очень здорово победили вот этого мутагеноида. И заработали нам 300 единиц мутагена. Супер. Вот. Переходим в следующий волне. Против мутагеноида 20 уровня я возьму героев 30. И на этот раз уже возьму... Так, смотрю, есть возможность тоже взять черепашек 30 уровня, но их мало. Их только двое. Вот. Еще бы кого-то взять. Ага. Давайте-ка, друзья, тогда я возьму им помощь Кирби-мышь. Либо-либо-либо вот какого-то монстра. Ну, пусть возьму Кирби-мышь. Все-таки это отец Эйприл, а не по мультику. Поэтому надеюсь, что битва получится интересной. Итак, метаем космический маффин. Вот этот кекс сейчас должен достаточно неплохо подгрызть мутагеноида. Да, удалось нам вывешать цепи. Лео ранит противника космически. И Кирби-мышь наносит удар ультразвуком. Но, как видите, мутагеноид выживает и даже сопротивляется. Лео космически его рубит мечом. И Микки добивает... Нет, не добил раларзер на метанфу. А вот Кирби-мышь зацарапает своими когтями. Супер. Новая победа. И еще 600 единиц мутагена добавились в нашу копилку. Супер. Вот переходим к следующей волне. Итак, мутагеноид 30 уровня. И я хотел бы взять героев 40. Итак, 40 не получится. Но кого возьму? Какого-то возьму. Итак, возьму специалистовая. Возьму Джастина. И возьму Зимикюна. Итак, команда монстров против мутагеноида. Монстры против монстра. Вот неплохой удар получился противника. Ну, сейчас я попробую забраться его шипами. Плюс зомби-пицца Пиццелицева. Отлично. И Джастин тоже заплевывает противника ядовитой слизью. Итак, здоровье Зимикюна просело. Вот в свою очередь Зимикюн тоже метает слизь. И Пиццелицева заплевывает врага раскаленным сыром. Да, здорово. Так, новая идеальная победа. И еще 900 единиц мутагена падает в нашу копилку. Очень хороший результат. Так, мутагеноид 40 уровня. И мне нужны герои 50. Так, давайте-ка я возьму Рафа. Возьму-ка я... Вот... А ну-ка, давайте-ка, друзья, попробуем взять по укуса Бакстера, Муху и Рафа. Посмотрите, что из этого получится. Удастся ли этим героям победить противника достаточно неплохого уровня и достаточно сильного. Итак, враг ранил Бакстера, Муху. Бакстер, Муха отвечает, снижает защиту. Вот по укусу его ранит. Раф прокачивает дополнительную атаку. И теперь наши герои смогут наносить более сильные и серьезные удары. Ой-ой-ой, досталось Бакстеру, Мухе. Но он может восстановить здоровье, а по укусу может ударить. Ай-яй-яй. И обратите внимание, противник прокачал дополнительную защиту. Вот пытается атаковать, но Раф их и добивает. Кстати, легкая получилась победа. Я ожидал победы посерьезнее. Вот. Ну что ж, итак, 1200 единиц мутагена добавили в нашу копилку. Ну и вот финальная битва. Вот для которой я беру Лео, Рокзара и Рафа. И вот сейчас нам действительно придется сразиться с серьезным противником. Итак, Рокзар метает когти, пытаясь нанести побольше повреждений. Как-то не получилось. Лео рубит катаной с разворота. Вот выживает мутагеноид, бьет по земле. Раф прокачивает дополнительную атаку, чтобы наши герои смогли наносить более серьезный урон. Вот Рокзар бьет когтями великолепно. И Лео использует массовую атаку, превращающуюся в стальной торнадо. Итак, Рокзар добивает противника когтями, и мы получаем новую идеальную победу. Просто супер. И 1500 единиц мутагена добавились в нашу копилку. Просто-просто великолепно. Что ж, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывах и комментариях. Ну и конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.